Добрый день! Ну и, естественно, мы без участия краеведов, историков, ученых просто бы неосуществим. В рамках проекта мы пытаемся определить для себя, ну, ответить на вопрос, достаточно и сложный, и простой, почему все-таки Петрозаводск получил звание города воинской славы. И сегодня наша тема будет посвящена Отечественной войне 2012 года. Роли жителей Оланецкой губернии в победе над Наполеоном. В первую очередь, наверное, надо будет говорить об Оланецких стрелках. Им даже посвящен памятник, который у нас установлен на улице Державина. Правда, наверное, большинство людей, наверное, не знают о том, что же это такое, кто такие Оланецкие стрелки, какую роль они сыграли. И, наверное, сегодня мы попытаемся вот эту несправедливость как-то восстановить. Для начала давайте я попрошу, вот хотел бы представить наших сегодняшних участников круглого стола. Это профессор Петрозаводского государственного университета, доктор исторических наук Александр Михайлович Пашков. Журналист, краевед, историк Николай Петрович Кучков и реконструктор, историк тоже, журналист и так далее. Член клуба любителей военной истории «Стяг» Сергей Петрович Лапшов. Наверное, начнем с того, каким образом в начале 19 века формировалась русская армия и каким образом Оланецкая губерния участвовала в формировании этой армии. Наверное, о рекрутском наборе. Сначала мы вот хотели бы поговорить. Каким образом он осуществлялся в России в то время? Ну, со времен Петра I русская армия комплектовалась по принципу рекрутских наборов. То есть по мере необходимости объявлялся набор рекрут и молодые, ну как не молодые, молодые из средних лет люди из податных сословий, в основном это крестьяне, они иногда тянули жребий, иногда это было решение местного крестьянского схода, и человек становился рекрутом. До конца 18 века служба была пожизненной. С 1796 года служба в армии продолжалась 25 лет. И если, так сказать, обстановка в стране была спокойная, то рекрутский набор проходил по принципу 3 человека из 500 мужчин. 3 из 500 мужчин, причем вся территория, все губернии были поделены на так называемые пятисотенные участки. И вот на этих пятисотенных участках, где проживало примерно 500 человек, или тянули жребий, или, так сказать, местный сельский сход приговаривал такого-то человека отдать в рекруты. Иногда в рекруты отдавали людей, склонных, скажем, к буйству, к криминалу, к пьянству, или неплатежеспособных, чтобы, так сказать, не было долгов по налогам. Баблей. Да, в общем, короче говоря, такой был принцип комплектования. Если же происходила война, то могли увеличить норму набора, или могли провести... Можно было провести несколько наборов в один и тот же год. Ну вот, например, в 1812 году было 4 рекрутских набора. Причем в предчувствии войны уже два набора прошло. То есть в начале года, в середине года прошло два набора еще до нападения Наполеона, потому что в воздухе уже пахло порохом. А когда началось вторжение наполеоновских войск, то был объявлен набор такой немыслимый – 8 человек с 500. То есть уже не 3, а 8 человек с 500 тянули жребий. И всего по итогам 12-го года в армию ушло 20 из 500, то есть 4% мужского населения. Такие же сильные наборы продолжались в 13-м году, в 14-м году. То есть вот за весь период наполеоновских войн примерно 10% мужского населения ушли в армию, и в армию ушли они навсегда. То есть через 25 лет, даже если кто-то доживал, этот срок все равно, они понимали, что возвращаться не имеет смысла, они тут никому не нужны, их тут никто не ждет. И была целая система учреждений, где можно было пристроить отставных воинов в Петербурге, в Москве. Да, инвалидные всякие дома и так далее. А вот смотрите, ведь если туда буянов отправляли, склонных к криминалу и так далее, людей, то у нас получается и армия была соответствующая? Понимаете, скажем, такие качества, как готовность рискнуть, так сказать, смелость, они, что называется, в какой-то ситуации это минус, в какой-то ситуации это минус. Армия всех выравнивала. И, скажем, вот в 90-е годы очень многие военные, выгнанные из армии, они ведь подлись в криминал, потому что, так сказать, надо было как-то зарабатывать, да, надо было как-то зарабатывать на жизни. Поэтому, так сказать, и потом армия хорошая школа, там жесткая дисциплина, система телесных наказаний и так далее. Поэтому вот как-то все это... Я добавлю еще, Александр Михайлович, что наборы были таковы, что они действительно, да, они выжарпали мужское население так, что стали брать людей даже с довольно серьезными физическими недостатками. Вот при наборе... А какие именно недостатки? При наборе 1812 года, скажем, было особо указано, что можно брать горбатых, можно брать хромых, можно брать кастратов. Вот, лишь бы, лишь бы... Лишь бы мог скусывать патрон зубами, чтобы, да, наносить зубов снизу. Лишь бы спереди были зубы, чтобы откусывать патрон при заряжании рулья. Рост был снизу, да. Да, рост был снизу. Плакоростный. Возраст увеличен, наоборот. И второе требование, чтобы... Вот первое требование, чтобы были зубы, и второе, да, указательный палец, чтобы можно было стрелять. Ну и зрение, чтобы целиться, да. И чтобы был какой-то левый глаз, да. Да. А, брали разноглазых, вот, то есть, разного цвета глаза. Раньше таких патронов не брали. То есть, что называется, нормы, призывы были снизу, 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 снизу. Ужасно, да. А вот смотрите, тех, кого брали в армию, они распределялись по разным частям или все-таки в какую-то одну часть? Нет, дело в том, что вот московский полк, рязанский полк, там, нижегородский полк, это не значит, что там служили, там, алонинский полк. Там служили уроженцы этих губерний. Это еще при Петре введено было именовать полки именами губерний. Он хотел поначалу, чтобы были такие вот губернские полки, но это на практике не получилось. Поэтому, допустим, алонинский полк, он связан с алонцом, с алонинской губернией, лишь название. Но у нас был полк, который, славный полк в отечественной войне 19-го года, который был сформирован именно в алонце. Это 20-й игровский полк. Сформировали его из 11 рот разных военных инспекций. По-новешнему округов одну роту сформировали на месте. Ну, несколько десятков человек было местных рекрутов. Он впоследствии отличился во всех войнах Отечества и в 60-е годы 19-го века был переменом в 103-й Петрозаводский полк. Тут уже даже какое-то было родство. Он служил на германской горнице в Гродно из Городской думы. Ему присылали поздравления к 100-летию. Он был сформирован в 1883 году. Иконку подарили местные купцы, скинулись. На что командир полка отправил телеграмму, чтобы их за скупость упрекнуть. Всем полком молимся за благополучие петрозаводских жителей. Перед вашей иконой. Поэтому, безусловно, где растворились наши рекруты, мы не знаем. Мы знаем, откуда взялись наши ополченцы. В 1912 году рекрутский набор был заменен набором ополченцев. Вот в Петербургской ополчении 570 человек. 575 из губернии. Да, губерния тогда, вы знаете, имела другие границы, нежели сейчас. То есть это цепляло часть нынешней Ленинградской, Волготской и Архангельской. Я хочу добавить, что существовала такая проблема при наборе рекрутов, что молодой крестьянский парень, который всю жизнь прожил в своей маленькой деревне, нигде не был, вдруг оказывается в большом городе, в казарме, в огромном каком-то людском коллективе. Может быть, он и по-русски это толком не умеет говорить, если это Карел. И тут начинаются какие-то жесткие требования. Маршировать, поворачиваться, выполнять приказы, зуботычины и так далее. И была проблема, что молодые рекруты от стресса заболевали и умирали. И поэтому, чтобы уменьшить вот эти потери, вот такие небоевые, как раз вот накануне войны 12-го года, в 1811 году, были сформированы в губерниях батальоны, ну типа курс молодого бойца. То есть рекрута призывали, и первые несколько недель он служил в своем... И как раз вот в 1811 году появились эти рекрутские депо, в том числе и, кстати, в Петрозаводске. И потом уже, когда он немножко освоится и привыкнет, его уже дальше отправляли в воинские части. А что касается ополченцев, то очень долгое время существовала цифра, она объективная, по губернии. Но дело в том, что вот как уже Сергей Петрович говорит, что современная республика Карелия, Аланецкая губерния, это немножко разные территории. И несколько лет назад все-таки удалось найти цифры по уездам, именно относящимся к Карелии. Ну, например, Аланецкий уезд, он поставил 72 ополченца, Пудожский уезд поставил 60 ополченцев, Повенецкий 51 и Петрозаводский 126. То есть всего 309 крестьян Карелии ушли в ополчение. Но кроме крестьян в ополчение брали еще и горожан. И вот из Петрозаводска в ополчение ушло 5 человек, из Аланца 8, наверное, связанное с тем, что в Петрозаводске мастеровых с военного завода не брали, из Пудожа 2 и из Повенца 1. То есть всего 325 человек с территории современной Карелии попали в Петербургское ополчение. А почему, кстати, такая вот разница между селом и городом? Там в селе больше. Да, да, были маленькие. Города маленькие. А сел было много, они были многолюбные. В Петрозаводске не началось, по-моему, и 10 тысяч. Нет, где-то 5-6 тысяч. А, да, да. Причем брали только с посадских. А так сказать, мастеровые, они же были как типа отбалниных. Их, так сказать, никто не использовал. Аланец с пригородки села, и это, наверное, больше. Ну вот, Петрозаводске 5, Солонца 8. Они, может быть, немножко о форме, о том, как они уходили. Насколько я помню, даже со своими ружьями ведь уходили на фронт. Ну, если говорить о ополченцах, то, да, многие из них, поскольку было велено призвать охотников из искусственных стреляний дичей, да, многие взяли свои, так сказать, король мультухи. Ну, безусловно, им, когда начальство на смотру в Санкт-Петербурге увидело, как они стреляют, им выдали новые французские ружья, или, да, значит, с батарейными замками, вот, и их штуцера. Это штуцер, это ружье нарезное, вот, заряжается медленнее, но стреляет дальше и метко. Вот, значит, тут в этом качестве они их, как стрелки, использовались. Но надо сказать, что, что касается формы, вот, когда мы готовили с покойным историком нашим Титовым Сергеем Михайловичем из музея выставку, посвященную юбилею в отечественном 19-го года, то нашли там описание формы, она была разной, и синяя, и черная, и всякая, ну, в общем, носили, ополченцы такие вот, как бы, казакины, значит, такие вот суконные, значит, и квера окожаные, и фуражные шапки с ополченским крестом. Ну, сапоги, естественно, кушаки, вот, ну, и вся солдатская сбруя, то есть подсумок, значит, тесаков ополченцам не полагалось, как бы, меч, это атрибут солдата, а не ополченца, ну, вот, ну, если это ранцы, вот, с имуществом своим, а не хитрым. Что касается, ну, армии, то тут, наверное, красноречивый будет звукоряд, да, то есть региоряд выглядеть, вот, все эти наши знаменитые кивера, шинели, мундиры, панталоны, значит, и прочие дела. Я вот тут захватил кое-что из своего реконструкторского добра, вот, это без козырка, значит, или, скажем так, фуражная шапка, значит, солдата первой роты, значит, Алонинского предпехотного полка, вот. На ней шифровка, то есть надпись «Первая грандинская рота», и темляк на тесаке, тоже красный, знак первой грандинской роты. Ну, грандеры – это отборные, так сказать, солдаты, как известно, в полках, значит, они, значит, отбирались, ну, самые исправные, взрослые в службе солдаты, вот. Задачей было нанесение удара по противнику, то есть были в штыковом ударе сильны, вот это штык к ружью 1888 года русскому, вот, реконструкция, видите, вон, фигурные все эти вырезы, которые надежно фиксируют штык на стволе, вот. Ну, и, а это солдатская баусабля или тесак просторечий, вот, ну, тут есть, есть, ничего подобного, значит, есть, нет, пользовался. Вот, видите, анаграмма Александра, да, вот, значит, так, ну, тут надо сказать, что на юбилейном Бородино я эти ножны в потасовке сломал, а вот заменить их никак не хочется, потому что, ну, вот, да, с этим начинал. Вот, ну, что касается формы, то форма что, она меняется, она меняется и от царя к царю, армия это любимая игрушка, так сказать, королей, как известно. Ну, отличием, особенностями Алонинского полка были зеленые погоны, вот, отличием 20-го егерского полка при общей егерской форме желтые погоны с цифрой 3. Это номер дивизии, вот, ну, вообще, солдата по его униформе легко можно было определить, какой роты, батальона, полка и дивизии. Когда вот все в бою смешались, надо быстро собраться, то офицеры умели выделить, как бы, своих солдат, а солдаты собраться вместе. Еще раз, да, надо набить. Хорошо. Значит, ну, кивер был бы тут, наверное, еще красивее, но это уже, как говорится, это парадная, да, кивер уже? Нет, ну, не то что парадная, это боевая, это боевой головной убор, но в быту, на биваке, там где-то на фуражировке солдаты носили именно фуражки. Почему называется фуражка? Значит, потому что это практично, это не давит на голову, вот, и, а уже в строевых занятиях, там, или, вот, в бою, одевали кивер, ну, он не только, вот, так сказать, защищает голову от дождя, он идет стабельного удара, может, голову защитить. А, то есть, такая протосап, просто прото-каска? Ну, каска, не каска, каски были у киросир и драгун, вот, такая вот кожаная каска с медным налобником, вот, а у солдат были кожаные кивера. Ну, надо сказать, что, конечно, пожаре его таскать немножко напряженно к голове, но я за 12 выходов на Бородиново уже, так сказать, так к нему привык, что уже как-то, ну... А тут за 25 лет тоже, получается, привыкать. Так уж тут... Так, даже в Петровское время в треуголках был железный вкладыш, такой... А, в киверах тоже, да. И потом сам султан, он не только отличал гавитодера, да, вот, и что, вот, элитная часть, ну, бойтесь в враге и уважайте свои, а он еще мог погасить, как бы, удар саблей. Вот, деревянный султан с Курского волоса. Ну, и теперь, наверное, вот, насколько успешным были действия наших стрелков, наших ополченцев в годы Отечественной войны, ну, и, наверное, и до... Ну, за весь период существования... Бородина тоже ведь... Ну, наши ополченцы были сформированы и выступили на фронт довольно поздно, уже в октябре месяца. Очень, так сказать, существует такая легенда, она даже в старых школьных учебниках есть, про то, что наши ополченцы приняли активное участие в штурме города Полоцка. Но если посмотреть, Полоцк был занят 5-6 октября, а как раз в эти же дни наше ополчение только еще выходило из Петербурга. То есть, вот, две дружины, точнее, три дружины, это вологодские ополченцы, оланецкие ополченцы и добровольцы из города Петербурга, они немножко вышли с опозданием. То есть, основная масса ополчений, она уже в сентябре пошла на фронт, а наши три дружины только в октябре, и наши дружины, они присоединились к регулярной русской армии только уже в Белоруссии, на территории Витебска. Вот, ополченцы пришли в Витебск, и, так сказать, Акличеев, командующий бригадой из двух дружин, он доложил, что вот пришли еще больше тысячи стрелков. И, в общем, выяснилось, что особенно в Белоруссии наши ополченцы не нужны, потому что здесь и так, в общем-то, все идет успешно, и ополченцам приказали из Витебска идти в Литву на усиление корпуса Витгенштейна. Но, правда, как раз вот пока наши находились в Витебске, из вражеских тылов вышел отряд Фердинанда Винцингероды, партизанский отряд, и Винцингероды доложил начальству, что у него не хватает метких стрелков, ему бы надо сколько-то метких стрелков с собой в очередной рейд. И из числа Аланецких ополченцев где-то порядка 50 человек было взято, они вошли в отряд Винцингероды и дальше уже действовали в составе этого отряда. А остальное ополчение, оно пришло в Литву, присоединилось к армии Витгенштейна, и вместе с армией Витгенштейна наши ополченцы пришли в Кёнигсберг, столицу Восточной Пруссии. Вот когда война 12-го года закончилась, то абсолютно все участники войны, абсолютно все участники боевых действий получили специальную памятную медаль. Медаль в память о войне 1812-го года с такой немножко масонской символикой, в пирамиде глаз, всевидящее око, и надпись, цитата из Евангелия, «Не нам, не нам, а имени твоему». Вот таких медалей, по-моему, было отчекано чуть ли не полмиллиона, и все, кто воевал, все, кто участвовал в войне, получили. В нашем ополчении эти медали получили только те, кто был в отряде Винцингерода. Остальные в боевых действиях не участвовали в 1912 году, но зато, когда они пришли в Кёнигсберг, Витгенштейн, командующий армией, оборонявший Петербург, он устроил смотра, и на смотру такое на него произвели впечатление олонецкие и вологодские стрелки, что он приказал сделать из них конвой главного штаба. То есть, как сейчас бы сказали, комендантскую роту. Они должны были охранять штаб Витгенштейна, и вместе с армией Витгенштейна наши стрелки пошли на территорию Польши, затем на территорию Германии, и вот весной 1813 года наши стрелки уже принимали участие в реальных боях. К тому времени Наполеон собрал армию, и вот бои весной и летом 1813 года, они шли с переменным успехом. Кое-где побеждали русские, кое-где побеждали французы, и в конце концов обе стороны настолько измотанные были, что заключили трёхмесячное перемирие. И вот летом 1913 года противники приходили в себя, а осенью 1913 года боевые действия возобновились. И, кстати говоря, Витгенштейн был обвинён в неудачном ведении боевых действий. Он покинул пост командующего, который занимал после смерти Кутузова, и наши стрелки, они оказались в корпусе генерала Раевского. И вот ноябрь 1813 года, это как бы звёздный час нашего ополчения, потому что... Октябрь. Ноябрь. Это... Самое начало ноября Лейпциг. Это октябрь. По старому стилю, наверное. Да, да, да. Битва под Лейпцигом. То есть Наполеон собрал все силы, какие у него были, где-то порядка 150 тысяч. Ну, да. Союзники собрали все свои силы. У союзников было больше людей, там союзников было больше 300 тысяч. Вот, даже, по-моему, 400 тысяч. Но... К 800, по-моему, подходило там вообще общая действия. Да, но Наполеон был военный гений, поэтому, так сказать, победить гения очень тяжело. И Наполеон, понимая, что разгромить вражескую армию может одним сильным решительным ударом по вражескому штабу, он приказал сформировать многотысячную колонну конницы. И эта колонна конницы во главе с маршалом Миратом пошла на вражеские цепи, чтобы порвать эти вражеские цепи, залететь на холм в тылу, где находился штаб союзников, уничтожить этот штаб. И потом уже, так сказать, добивать всех оставшихся. И вот, когда армия, отряд Мирата, он прорвал боевые позиции, оказался в тылу союзных войск, то задача заключалась в следующем. Доскакать там несколько километров на холм, где вот находился наш Александр I, где находился наследний принц Швеции Бернадот, где находился русский король. А там был русский король и евстрийский император. То есть, вот, задача была достаточно простая. И командование союзников, переполошившись, приказало закрыть вот эту дыру, чем только можно. И туда стянули казачий полк Орлова-Денисова. Туда подтянули... Туда подтянули огромную артиллерийскую батарею, там несколько десятков пушек. И туда же подошли наши оланецкие стрелки, которые выполняли в Липцегской битве роль заградотрядов. То есть, они стояли в тылу своих войск и помогали эвакуировать раненых, отлавливать дезертиров и так далее. Но тоже они оказались вот на острие. И на атаку конницы, французской конницы удалось отбить. Причем, в официальной реляции о вот этом событии, там было сказано, что оланецкие и вологодские стрелки своим оружейным огнем заставили повернуть назад несколько вражеских эскадронов. Так что вот мы с некоторой долей натяжки можем сказать, что в битве под Липцегом оланецкие стрелки изменили ход мировой истории. Да, но, к сожалению, в храме Христа Спасителя, где перечисляются все полки русской армии, участвовавшие в войне, там действительно упомянуты оланецкие ополченцы. Но, по-моему, про их успех в битве при Липцеге там нет. Там есть еще три мысльных пункта. И потом Наполеон потерял армию, проиграл сражение и отступил во Францию. И русская армия пошла вслед за ним. И весной 2014 года уже боевые действия развернулись на подступах к Парижу. Там опять была, в общем, такая неопределенная ситуация. Где-то побеждал Наполеон, где-то побеждали союзники. Но, в конце концов, Париж был взят. И оланецкие стрелки в составе русской армии вошли в столицу Франции. И пошли они до города Парижа. Да. И, конечно, вот сейчас довольно много материалов о баланецких стрелках в интернете. Почему-то эта тема привлекает. И там описана масса забавных случаев. Например, вот, может быть, Сергей Петрович расскажет, как там была потеряна батальонная касса в Лейпцигской битве. Или про то, что ополченцы в кампанию 2013 года изрядно поизносились. То есть, одежда была изорвана. Как и все войска были. Одежда была обожжена, там, у гастров и так далее. И чтобы как-то, так сказать, привести себя в порядок, заказывали немецким портным пошив новой формы, заказывали немецким портным ремонт старой формы. Ну, а немецкие портные, они ведь не умеют шить русскую форму. Они шили на прусский манер. И у солдат появлялись вот эти, как называется... Ну, понятно. У нас, конечно, да. Ну, как вот эти вот узорные такие. Манжеты. Жабота какие-то. Ну, вообще, надо сказать, что мы обычно склонны думать, что Россия все берет с запада. Так вот, в ходе этой войны наполеонская прусская армия и вообще германские государства, они заимствовали как раз русскую военную форму. И вот если мы посмотрим на прусского солдата этой войны и на русского, то, как говорится, надеюсь, здесь есть отличий. Ну, и если что у них там у нас форма темно-зеленая, у них черная. А так вот Россия послужила, русская армия послужила образцом для Европы. Один из ополченцев потом вспоминал, что мы были во всем на говне с егерьями. То есть вот наших стрелков воспринимали просто как отряд такой егерский. То есть они не ходили в атаку колоннами плечом к плечу, а они действовали рассыпанным строем где-то в кустах, там за какими-то естественными преградами, сидели и отстреливали вражескую. Ну, поскольку это же были ополчены. Да, легкая пехота. Надо здесь еще заметить, что вообще-то, ну, если не взять Бородинскую битву, то очень редко, крайне редко использовались ополченские дружины в боевых действиях. Ну, как правило, для приостаток крепостей, там, ну, окопные работы, там, корольная служба, канавирование пленных. А вот Алоневские стрелки и Волокжане, они использовались именно по боевому назначению. Именно из-за того, что набрали опытных охотников, которые просто, ну, они могли издалека выбивать офицеров. Чем борола французская армия, почему она побеждала? Не только своей храбростью, своим, так сказать, ударом. Французские солдаты очень метко и быстро стреляли. То есть, если поставить французский батальон и батон ополченцев, французы их быстро перестреляют. Будут стрелять в три, а то в четыре раза быстрее и медче. А вот с Алончанами и Волокжанами, они уже могли, так сказать, и перестреливаться с французами на равных. Там ведь, да, сам принцип заряжения ружья, он был достаточно долгий. Ну, опытный солдат может сделать два выстрела в минуту. Сергей Петрович не хочет рассказать, больно интересная история. Про кассу. А, про кассу. Нет, давай лучше ты. В битве при Липцеге была потеряна батальонная касса. То есть, сундучок, где хранились деньги Алонецкого батальона. Батальонным казначеем был такой поручик Шершенецкий. И он как бы отвечал за сохранность этого сундучка. Но во время боя ему перед ним поставили задачу. Он должен был быть связным между штабом и стрелками. И он постоянно ездил туда-сюда, отвозил донесения. И понятно, что с сундучком несподручно. И он договорился с одним казаком в штабе, что этот казак возьмет сундучок на хранение. И этот казак взял сундучок на хранение. И когда сражение закончилось, этого казака не могли найти. Он куда-то исчез. Он куда-то исчез. И этого поручика несчастного отдали под суд. За то, что он вот куда-то... Куда-то исчезла у него порученная ему полковая казна. Дело тянулось очень долго. Даже уже когда русские войска вернулись домой, это дело еще продолжалось. И был написан запрос в ту станицу, откуда казак родом. И оттуда пришел ответ, что этот казак из войны не вернулся. То сложно сказать, что там на самом деле произошло. Скорее всего, просто этот казак тоже был, что он попал в схватку, был убит. Может, на ПМЖ. Да. Но я не думал, что казаку было легко, так сказать, это сделать. Оставались в 1920-м году. Знаете, аналогичная денежная история произошла с одним солдатом 20-го игрского полка. Ну, в русской армии были так называемые артерии. Это такие кооперативы солдат. Они совместно ведут хозяйство, складывают жалования в одну кассу. Там у них, может быть, лошадь с телегой для пожитков. Совместно они питаются, совместно закупают парля. Ну, там интендантской тыловой службы тогда в нашем понимании не было, поэтому солдаты жили артелями. Так вот, старостой артели, рядовой Осипов, он имел при себе, вот перед сражением с разумами, огромные деньги, 200 рублей, по тем временам, артельных денег. Так что он попал в плен к французам. И каким-то чудом он сумел эти деньги спрятать и утаить. Ну, потом, после войны, так сказать, пленных разменяли. Вот это была война 1907 года. Он, значит, попал в другую часть. А, справа он попал в госпиталь, потом в другую часть, в другой полк. И он неустанно обращался под начальством, что вот у меня деньги, там надо их вернуть. Значит, вот там бюрократия, там очень долго вертелась. Наконец, все, нашли этого солдата, нашли этот полк, нашли эту артель. И сообщили об этом, в случае замечательном, императору. Александр Первый велел наградить солдата 25 рублями за его подвиг бескорыстия. То есть, вот это о том, кто служил в русской армии, кого набирали. В данном случае взяли, ну, святого человека, да, просто. Мы, по-моему, отвлеклись от основной темы. Вот, наверное, да, кстати, и хотелось бы поговорить о том, каким образом жила вообще Аланецкая губерния, и какой вклад жители губернии, которые не были призваны в армию, несли. Да, и оказывается, что в войне с Наполеоновым Аланецкая губерния участвовала еще в 807 году. И каким образом? У нас есть в архиве хранится такая книга, называется она. Книга, учиненная в Аланецком дворянском собрании насчет пожертвований к вооружению временного ополчения или милиции. То есть, в 1807 году потребовалось в Аланецкой губернии тоже создать такое ополчение 600 человек и вооружить их на деньги аланчан. Ну и вот был кинут клич, собрали 3450 рублей, только деньгами. Но еще не возбранялось участвовать в этом и оружием, и припасами. И вот как это все распределялось. Губернатор Мертинс 600 рублей пожертвовал. За неимением наличных, вот еще такая хитрость, по 50 рублей из столовых денег своих он ежемесячно отчислял. В совесной судья 200 рублей. Флота лейтенант Качалов, то есть военный представитель, который принимал у нас пушки и припасы, 25 рублей. Его коллега капитан лейтенант Качалов тоже 25. А там ведь, я так понимаю, что вот рабочий на заводе получал в районе рублей 10 в год. Ну, я не помню. Ну, да, где-то деньги очень много. То есть, там сумма просто огромная получается. 600 рублей – это гигантская сумма. Городничий Баранов, ну вот тот, которого мы знаем по Гоголю, Городничий 50 рублей. Учитель Лопатинский 25. Да, и дальше уже наступил черед нашего заводского генералитета. Вот Берггауп нам 6 класса Адам Арабстанг 250 рублей. И предположил взносы в виде 500 копьев. То есть, это, конечно, не копья были. Это были такие пики для того, чтобы вооружения было мало. И для того, чтобы произвести впечатление на врага, на французов, эти пики на нашем заводе выпускались с ружейным прикладом. И вместо ствола вот этот железный наконечник. Ну, это, в общем-то, пика, но в виде ружья. Вот, чтобы врага устрашить, вот ополченцы с такими пиками ходили в атаку. Вот. Даже мелкие чиновники вносили кто что может. Вот, колледжеский секретарь Башинский деньгами 40 рублей и драгунскую саблю с золотой насечкой корона с литерами Е-2, Екатерина II, уездный лекарь 25 и жена вдова Пыхтина внесла ружье, пистолет и кортик. Вот, в общем и целом, это 3450 рублей деньгами и вот этими всякими вещами. Эту команду 600 человек ополченцев, вооруженных таким образом, ну, ясно, что не только пики там у кого-то, и ружья были самодельные, скорее всего, взял Сергей Марин, известный поэт своего времени, капитан Марин, и участвовал с нашими олоневскими ополченцами под Устерлицем и во Фридлине. Ну, как известно, под Устерлицем все это печально закончилось, а под Фридландом Марина убили, как написано, черепком, то есть осколком от гранаты или там бомбы, и он, умирая, умер на руках у своего, как это называется, адъютанта, кстати, из наших ополченцев олоневских, вот он их очень высоко ценил. Вот был такой эпизод. Закончилась вся эта первая схватка с Аполлионом Тильзийским миром, но наши ополченцы тоже приняли участие в первых рядах в битвах с Наполеоном. Ну, а когда из Парижа стали возвращаться, они ведь не участвовали в параде наших войск Парижа, ополченцы? Не знаю. Ну, видимо, нет, потому что даже вот для парада собрать в полной форме нескольких полков проблема была. Они все обносились, они все и сапоги, и каши просили, и мундиры выгорели, в общем-то, проблема. Естественно, ополченцев, наверное, в расчет не брали. Ну, вот 232 ополченца пешим порядком. Сначала на площади в Петербурге они были выстроены, произнесены были речи, и после этого всех отпустили домой. Все они были одеты, если судя по картинке, по гравюре, в одинаковую форму, синего цвета. Ранцы, вот эти вот фляги традиционные армейские. И вот пешком они шли несколько дней от Петербурга до Тазаводска, где их встретили торжественно. А сам губернатор Мертенс с городской голова был дан торжественный обед в дворянском собрании, вот ныне, так сказать, отреставрированный. А ведь даже вроде триумфальную арку. Триумфальную арку сделали. Это вот, видимо, когда Петербургский тракт переходил через Неглинку и поднимался в горку, вот здесь была сделана такая арочка деревянная, которая продержалась до 20-го года. И здесь встречали все городское начальство там с хлебом, с солью. Это получается от враяния нынешнего центрального рынка, да? Нет, нет, где-то в магазине. Это же на вокзале, по-моему, где там, площади Гагарина, по-моему. А Петербургский тракт, это же ведь... Это где спортивный магазин вот этот на берегу, вот примерно там. И даже вот когда уже был Савельев, он, прочитав вот, что триумфальная арка держалась до 20-го года, решил, что до 20-го года, 20-го века. И мне приносил картинки, вот смотри, это скорее всего. Ну, конечно, она была такая недолговечная и продержалась только до 1820-го. Вот. Всех ополченцев пригласили в театр, там для них была пьеса разыграна. Назывался крестьянский офицер. Это как раз о войне с Наполеоном. Командиров принимал губернатор, устроил тоже торжественный обед в дворянском собрании. Вот так были, так сказать, почествованы наши ополченцы. 232 человека. Александровский завод, он какую-то роль играл или же он все-таки занимался производством карамельной? А, в сухопутном смысле? Сухопутном, конечно, выпускали, да. Я могу еще добавить, что когда началась война 12-го года, то на Александровский завод пришло распоряжение все заказы для морской артиллерии отложить, а в первую очередь выполнять только заказы для сухопутной артиллерии. Поэтому выпуск сухопутной артиллерии вырос. Но поскольку завод-то был ориентирован на морскую артиллерию, в целом пушек было не очень много, то есть около 400 пушек было сделано в 12-м году и столько же по 400 в 13-м и в 14-м годах. Но там был еще один очень интересный момент. На завод пришло задание наладить выпуск чугунных пуль. То есть не хватало пуль свинцовых и предложили делать пуль из чугуна. И это было очень сложно, потому что такую продукцию завод раньше не выпускал. Но уровень квалификации мастеровых и уровень квалификации инженеров он позволял, так сказать, технологически это сделать. И вот в 12-й, 13-й, 14-й, даже 15-й годы был налажен выпуск чугунных пуль. И всего было изготовлено полтора миллиона чугунных пуль для ружей. Там даже вот калибр в линиях, так я не очень разобрался, но что-то они большие мне показались, наверное. Обычный калибр ружья это 17,8 миллиметров. Ну вот примерно такой. Ну это были также и картичные пули, то есть для армии. Вот, и поэтому, конечно, завод, он на полную мощь работал на войну. Причем проблема заключалась в чем, что когда пришло много военных заказов, начальник заводов Армстронг стал жаловаться, что не хватает рабочей силы. И ему сказали, что если нужно, возьмите рекрутов. И он два раза, два раза по 150 рекрутов забирал для работы на заводе. Рекрутов? Да, людей призывали в армию, но их вместо армии отправляли мастеровыми на завод. И поэтому численность... За те же 25 лет? Уже пожизненно. Вот, численность мастеровых за годы войны выросла, по-моему, до 100, до полутора тысяч, до полутора тысячи завод. Конечно, в 15-м году возникла другая проблема. Мощный военный завод, а столько военных заказов нету. И пришлось заниматься, что называется, конверсией. То есть перевод производства с военной продукции на гражданскую. И еще один очень интересный момент. Ведь заводы же работали на основе бесплатного труда приписных крестьян. И приписные добывали руду в болотах и в озерах, рубили лес, выжигали уголь, возили грузы. То есть все вспомогательные работы делали 20 тысяч приписных крестьян. И когда наполеоновская армия заняла Смоленск, и когда наполеоновская армия заняла Москву, возникла такая проблема. Петербург оказался как бы в полуокружении. То есть с юга Петербург был отрезан от России. И единственная дорога, которая связывала Петербург с остальной Россией, это был так называемый Ярославский тракт. Дорога из Петербурга в Ярославль. И чтобы эта дорога функционировала, надо было, чтобы там были люди с телегами, с лошадьми. И было отдано распоряжение в Оланецкую губернию отправить 1400 крестьян с лошадьми на обслуживание Ярославского тракта. До Ярославского тракта конкретно нашим был выделен участок в районе города Тихвина. И пришлось, причем у многих крестьян не было телег, потому что не было здесь дорог. И поэтому крестьяне должны были даже закупать, покупать телеги. И когда они двинулись такой армадой, дошли до реки Свирь, через Свирь они неделю переправлялись паромами. В конце концерта прибыли туда, в район Тихвина, и стали возить грузы. А как же здесь тогда грузы-то возились? До сел, до тех же? Не телегами? Зимой. Зимой с санкционировал, летом. Даже в конце 19 века треть деревень Карелии была связана с внешним миром лесными тропами. Дорог не было, а были направления. И Армстанг настолько был возмущен, что у него часть приписных забрали и отправили на Тихвинский тракт, что он стал требовать у комитета министров отменить на распоряжение. И пока бюрократическая машина скрипела, через 2 месяца все-таки разрешили приписным крестьянам вернуться обратно для обслуживания заводов. Но опять-таки это вносило дополнительную нервозность во все эти дела. Ну вот, кстати говоря, есть огромное дело в архиве. Дело вот о том, как наши крестьяне работали на перевозке грузов. Они были поделены на отряды, примерно по 120-150 человек. И во главе каждого отряда был мелкий чиновник. И этот мелкий чиновник каждые 3 дня писал донесения в Петрозаводск. Чем они занимались? Ой, как я люблю русскую бюрократию. И благодаря этим донесениям огромный том сохранился. И можно вообще по дням посмотреть, что было. И там действительно некоторые такие фразы, что вчера целый день возили солдат морского экипажа. Ну, неважно, куда, как возили. Ну, в общем, шла переброска. А потом уже такое заявление. Вчера целый день возили французских пленных. О, да, да. Вот, кстати, о французских пленных. Вот мало кому известно, что французские пленные, они тоже внесли свою лепту в выпуск продукции Александровского завода. Ну, значит, эти несколько сотых несчастных, которые тут у нас оказались, их погнали вот из юга. Ну, надо сказать, по инспектированию их проживания, то проживали они у нас более-менее сносно. То есть не были тут созданы какие-то концлагерные условия. То есть их обеспечили одеждой, пищей, и тем, кто работал, тем платили деньги. Так вот, несколько десятков французов выжигали уголь в лесах под Петрозаводском для Александровского завода. А один бывший киросир, сержант 5-го киросистского полка, по-моему, кажется, Пазье, он устроился на завод мастеровым. Ну, он, видимо, имел кузнечное, если самое... Он сказал, что у себя во Франции он работал на таком же заводе. Да, да, да. Его устроили экзамен и признали, что он квалифицированный специалист. И он, значит, получал неплохие деньги. Были случаи интересные. В Кудаже, по-моему, один француз женился на своей, ну, как сказать, походно-полевой жене. Они ведь... Многих французов в походе в Россию соправляли женщин в качестве маркетанта или жен просто в обозе. Он на них женился, вот, значит, у них родилась дочь, и они окрестили в православную веру. Назвали Далией. Где там взять кто-то на священник? Ну, да, но все-таки барак осветили. А Кудаже там каким образом оказалось? Ой, их рассылали от Повенца до Пудажа, Аланца до... До вытяк же. 200-250 человек, последняя партия. Распределяли не всех в одно место, а чтобы накормление, чтобы, так сказать, в разные места. Хотя там жизнь пленных была не столь радужной. Не столь радужной, но все-таки, да. В основном-то пленные пошли когда? Октябрь, ноябрь, декабрь, когда их уже хватали там... Ну, часть пришла в 13-м году с германских крепостей, которые капитулировали, тоже и такие были, да. Недавно опубликовали ведомость, как раз вот относящуюся к весне 13-го года, общая ведомость по России, сколько пленных в губернии прибыло и сколько пленных в губернии умерло. И у нас в Волонецкой губернии умерло порядка половины пленных. Но это связано не с тем, что здесь был какой-то сознательный такой геноцид, а просто они были уже настолько все замерзшие, с воспалением легких, уже с запущенными всякими болячками. Да, и потом сам Кримак, он не способствовал, так сказать. Да, что здесь, конечно, итальянцы, французы уже тут, так сказать, просто гибели. Ну, что такое 30-градусный мороз для француза, это гибель просто, чтобы все понятно здесь. Ну, я изучал этот вопрос, все-таки исправники, так сказать, и приставы, то есть власти следили за тем, чтобы партии этих вот ведомых были обеспечены зимой теплой одеждой, чтобы они получали свое жалование все исправно. Значит, один был даже генерал у нас, фамилию сейчас создали, вспомню. Делеттер. Да, генерал Делеттер, командир саксонской королевской бригады. Он вообще ездил в экипажи по Петрозаводскому, он получал там в день очень неплохие деньги. И квартира у него была достойна его чина. То есть, у него был адъютант, да, такой же он. Какой чин Дарибо. Да, Дарибо, да. Вот так он и жил, так сказать, и его имя можно прочесть на Бандомской колонии в Париже, в числе всех генералов Наполеона. Он сдался в плен где-то осенью 1912 года в Белоруссии, где-то он, в корпусах Удино. Под Бережиной. Да, да, то есть он там не испытал всех ужасов отступления из Москвы, потому что он прибыл в довольно свежем состоянии и, так сказать, пережил Петрозаводский плен. И до каких вот они годов здесь жили? Я так понимаю, ведь они же потом дальше... Ну, до лета он же в 14-м году, по-моему, раньше времени, раньше всех. В Петербург, поэтому. В марте 14-го года взяли Париж, война закончилась, и было отдано распоряжение французских пленных отправить своим ходом в Ригу. Я даже вот не уверен, что он участвовал в стадиях или нет. И дальше, так сказать, в Риге уже, с Риги они уже на кораблях подвинулись во Францию. Да, причем предложили желающим принять русское подданство и остаться в России, и этим воспользовались в основном несколько поляков, евреев, которые были... Не этнические, в общем. Да, то есть этнические французы здесь не были, но вот известен случай, что один француз остался в Саратове, дожил до 100 лет... Да, был учитель фехтования, и ему там чуть ли не уже в конце 19-го века приезжала делегация, вручала медаль, как одному из немногих выживших ветеранов в Раполеоновской армии. Да, вот театральная фамилия Бурдонских, режиссер Бурдонский, внук Сталина, как известно, да? Вот, а его мать, она потомок солдата французской армии, который остался в России после плена, да. То есть вот такое интересное совпадение, да, Сталин и пленные французы. Ну и, наверное, об истории, которая у нас материализовалась в виде памятника, насколько я понимаю, у него ведь история самого памятника достаточно интересная. Там сам постамент с богатой историей. К сожалению, вот отсутствующий здесь Александр Валентинович Федосов здесь мог бы много рассказать, потому что он очень много сделал для того, чтобы памятник появился и нашел спонсора, и написал надписи на этом памятнике, то есть, ну, подготовил надписи к этому памятнику. Вот, ну, тут я, например, не знаю, это надо пускать или нет, я не совсем согласен с тем, что там написано, и, может быть, не стоило там Зубцовский полк, он же по-венецки, то есть, ну, и, мне кажется, иначе нужно было бы отметить там Олонинских ополченцев, то есть, это же была бригада генерала Окличеева, Олонинский батальон, именно в этом качестве он воевал, да. Петербургская дружина, она ведь, то есть, петербургское ополчение, оно почти не воевало, оно в основном было при осаде Данцига, это ныне Гданьск, вот. Ну, в любом случае, конечно, это положительный факт, и надо отдать, так сказать, Данциг усилием тех, чьими стараниями, чьими средствами этот памятник был поставлен. Вот, ну, можно спорить о том, там ли он должен стоять, не там ли, ну, вот я слышал, что в власти Петрозаводске, они сказали, что, ну, поставьте памятник тут, надо как-то вот это место, ну, как сказать, сделать его… Да, обблагородник, ну, что там, ну, вот, детская площадка вот на этой площади, и все, а так вот памятник, это же организует площадь, да. Вот, ну, вообще, вот памятник Аолоневским полкам, он хорош еще и тем, что он напоминает о том, что был такой 20-й Егерский полк, в процессе 103-й Петрозаводский. Ну, кому помнить о воинах-петрозаводцах, так сказать, как вот, не нам. Что был Олонинский полк, что был Олонинский полк в Петровскую эпоху, Олонинский солдатский, что был Олонинский-Дорогунский, Перепетрия тут тоже был до Екатерины, до Пугачевского восстания почти был. Что был, вот, Олонинский батареон местный, что был, значит, что были Олонинские ополченцы. Да, два ополчения, да, два ополчения, что воевали, значит, у нас, что был Путерский полк, и Каргопольский полк, и Паганецкий, вот, и Ладырный польский, да. То есть, ну, вы знаете, вот, вы задали вопрос, имеет ли отношение вот Олонинский полк к Олонинской губернии? Прямого не имеет. Вот почему-то, вот, допустим, реконструкция, это вот, это народное движение, есть краеведы, есть добровольцы, есть музейные работники, есть историки, есть преподаватели, у них это профессия. Это народное движение, и люди, молодые люди, вот, я на Бордина езжу давно, и вот, дети, вот, те, кто вот в 2001 году были детьми, подростками, сейчас уже мужчины, самих уже дети. То есть, они воспитывают, и их дети туда приедут. Вот, кому, как ни нам, вот, изучать эту историю и передать ее дальше, не делать это достоянием библиотек, а вот показывать в живом историческом действии. Каждый, будто французский реконструктор, там, то есть, великая армия Наполеона, или русская армия, он знает историю своего полка, знает историю его подвига. Вот, и когда, вот, именно отрадно, что это не умирает эта история, потому что ее продолжают люди, продолжают помнить, вот, какая была униформа, какое оружие, какой боевой путь. Вот, и на местах, был их сражений, приходят и, значит, показывают эту войну в живом историческом действии. А у нас сейчас вот есть этот клуб реконструкторов в Петрозаводске? Да, есть. Три люди, которые занимаются, все равно их число сократилось, ну, по известным причинам, ну, люди уезжают, люди умирают. Вот, например, недавно скончался наш товарищ Валерий Николаевич Фокин, тоже, как и мой однополчанин, гадринадер Лавинского полка. У него много было эпох, он реконструировал. Вот, ну, кто-то вырос, кто-то женился, кто-то... То есть, в общем, число людей, занимающихся наполеоникой, вот, в клубах исторических Петрозаводска, оно доходило где-то до 15, может, даже до 20. Сейчас, ну, меньше, ну, человек, может, 5-7, ну, они есть, и я, тут, и у молодежи есть интерес, вот, у скаутов кориды, тоже там они пошились своей помощью. Может быть, и молодые люди нас на Бородино когда-нибудь заменят. Вот, я ищу себя надеждой. Это то, что вот эта тема, это увлечение, она не умрет, она только вот... Главное, чтобы это оставалось в рамках реконструкции, а не в реальность. Тут только, только тенденция к росту, да. Нет, ну, конечно, воевать лучше так. Я думаю, что на этом наш круглый стол завершается. Ждем всех на следующие круглые столы, посвященные истории Петрозаводска. Продолжение следует...